Главный тренер Орел ГУ, Валерий Анатольевич Натерин Валерий Анатольевич, ну, во-первых, подведите итог турнира, что удалось, что не удалось, ну, ясное дело, что многое не удалось. Не удалось очки набрать, то, что хотя бы планировали. Планировали, так, очков 7-6 точно взять недобор, да. Ну, и все-таки погода, она дает о себе знать. Нервы ребята потрепали сегодня, проигрывали, но честь и хвала, что они перебороли вот эту усталость и жаркую погоду и смогли дожать команду соперника, выиграть. Со стороны показалось, что в сравнении с первым мини-турниром в том же Екатеринбурге, хотя по факту команде не хватало дисциплины. Вы сами тогда в Екатеринбурге отмечали, что они молчат на поле, они разговаривают исключительно только по игре, друг другу подсказывают, от этого и три победы там и случилось. Почему здесь этого не хватило? Ну, здесь просто из-за того, что, во-первых, да, они не разговаривали с собой, где-то нарушалась игровая дисциплина, и, в-третьих, это грубые ошибки вратаря, которые что сегодня, что вчера, то есть три игры подряд, они грубые ошибки, и, кстати, они влияли на исход матча, на результат. Не так много времени для подготовки команды в Крымск. Как будет готовиться команда? Я знаю, что уже буквально через сутки после возвращения команда уезжает на матч третьего дивизиона. Это, по факту, та же самая команда с небольшими дополнениями ветеранов, если они поедут на ЛС. Что перед Крымском будете говорить ребятам? Как-то, может быть, особенная подготовка какая-то будет? Да, ничего, так же будем готовиться, просто, чем хорошо, что это сейчас так у нас происходит, маленький разрыв между этим туром и финальным, команда будет в тонусе находиться. Обычно все время играем, потом большая пауза идет, и следующий тур, и команда выходит с игрового тонуса. А сейчас это, я думаю, пойдет только на пользу. Просто надо будет где-то точить игру у нас в обороне, и, то есть, я думаю, все получится нормально будет. А в Крымск людей больше поедет? Конечно, больше. Спасибо.